Ещё покажу, как печатать на белой футболке. Я заправил белую футболку без рамки. Рамка нам не нужна. Аккуратно всё заправляется. Всё подгибается. Здесь я специально уголок прилепил на двухсторонний скотч, чтобы ткань туда завернуть, и чтобы она оттуда не выходила. Всё заправлено. Принтер запущен. Столик отправляем на печать. Активируем мотор. Активируем датчик. Будем смотреть, как печатает. Собственно, зазор выставлен по лимитеру. Вот небольшой зазор. Футболку грунтовать праймером не нужно. Это белая ткань. Можно печатать цветное изображение сразу же. Принтер подкачивает чернила. Всё это он делает автоматически. Пошла печать логотипа Харли Дэвидсон. Ткань. Картинка специально подобралась. Убирал без фона, потому как красивее, когда фона нет, когда чисто белый фон и непосредственно картинка. Поэтому рекомендую убирать фон, даже если вы нашли красивую картинку. Фон надо убирать, оставлять только картинку. Тогда у нас получится оригинальный дизайн футболки. Очень яркие цвета. Ну, понятно, на белой футболке всегда красивее цвета. Как будет печать подходить к концу, я включусь, покажу вам результат. Я уже отпечатал, забыл вам заснять, как в конце печатает. Ну, ладно, я уже всё почти прижарил. Осталось ещё краешки. Сейчас покажу. Вот этот кусочек у меня оставался. В общем, всё полностью я зафиксировал термопрессом. Термопресс отключаем, пока он мне не нужен. Футболочку сейчас покажу. Кстати, кто хочет эту футболку, размер XL, могу продать. Потому что это я печатаю для теста, чтобы показать заказчику, как оно печатает и так далее. А футболку, кому понравилось, могу продать её и отправить новой почтой. Вот такой интересный логотип. Харли Дэвидсон. Вот. Отлично получилось. Стоимость такой футболки, сама футболка стоит приблизительно... Сто гривен. Плюс печать. Не меньше надо брать... Сто гривен. Но сто гривен это полностью вся запечатка. Ну, пусть будет сто восемьдесят гривен. Вот эта вся футболка будет с этим логотипом. Кому понравилось, пишите, я вам вышлю. Ну, всё. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok